МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда он поднимался по лестнице, почувствовал себя плохо, потерял сознание и уже был занесен в приемное отделение. Региональный Минздрав опроверг информацию о смерти ветерана на лавочке у больницы из-за отсутствия мест. Все подробности расскажем через пару минут. Это очень удобно, это экономия времени. Оформить за 5 минут. Сотрудники ГИБДД начали регистрировать аварии на месте, через специальные планшеты. Что еще умеет электронный помощник, расскажу я, Маргарита Хижняк. Пусть смотрят на нас дети, внуки, правнуки, что мы работаем. Мы стараемся, чтобы тут было чисто, хорошо. Здесь грабли в руки взяли бабушки, дедушки, внуки и правнуки. Вот так активно Челябинск подключился ко всероссийскому субботнику «Чистая страна». Подробности расскажу вам я, Яна Тормина. Челябинский активист попытался сорвать аппаратное совещание в мэрии. Мужчина пришел в зал и начал раздавать присутствующим маленькие пакетики с сахаром. На них была изображена символика одного из общественных движений. Сергей Ворончихин, активист национально-освободительного движения. Глава Челябинска Владимир Елистратов попросил вывести общественника из зала. Тот в ответ обвинил чиновника в связях с Госдепартаментом США. В итоге Евгений Шинин, заместитель главы города, и Станислав Клопов, замначальника УМВД, увели мужчину в коридор. Мое мнение – это хулиганство. Я потом с начальником милиции побеседую. Люди просто пытаются использовать наши доверия, наши площадки для каких-то... Для меня, на мой взгляд, это 100% противоправленные действия. Это уже не первая странная выходка активиста. Смысл очередной акции Ворончихина никто так и не понял. После скандала в мэрии все-таки начали аппаратное совещание. Один из вопросов волнующих жителей – отопление. Отключать его в Челябинске пока не будут, заявили чиновники. Хорошая погода в городе еще не установилась окончательно. По правилам, отключить отопление могут лишь в том случае, если средняя температура 5 суток подряд превышает 8 градусов. Кроме того, синоптики должны подтвердить, что не произойдет резкого похолодания в ближайшие 10 дней. В целом, температурный грех соблюдается. За температурой следим на этой неделе, не предвидится окончание отопительного сезона. Когда проникается отключение, на ваш взгляд? Ну, прогнозы такие переменчивые, но я думаю, мы будем смотреть в понедельник, а в следующей неделе отчет делать. На этой неделе нет? На этой неделе не планирую. Сейчас специалисты готовятся к проведению третьего этапа испытания теплосети. Он будет в тракторозаводском районе и назначен на завтра. Первый этап на северо-западе города закончился аварией с фонтаном и с кипятка. Ожоги получили 5 человек. Без горячей воды и отопления на несколько часов остались более 700 домов в Калининском и Курчатовском районах. Аварию устранили. Второй этап прошел без инцидентов. Жители Челябинска одобрили проект новых серых остановок, который представила мэрия. Сегодня объявили результаты общественного голосования. Почти две трети горожан поставили положительную оценку, но попросили внести коррективы. Открытое голосование проходило на сайте администрации. В нем приняли участие 1252 человека. Из них 805 одобрили макет. Горожане также решили, что хотят видеть подобные комплексы не только на гостевых маршрутах, но и по всему Челябинску. При этом больше 700 опрошенных оставили замечания. Было много замечаний по цвету скамеек. Они как-то вызывают ассоциацию, что это не деревянное. На самом деле это на основе дерева. Это пожелание от жителей будет учтено. Сегодня я подготовлю письмо на имя губернатора об итогах этого опроса. Для того, чтобы он тоже с ним ознакомился. Всего в этом году на гостевых маршрутах Челябинска в рамках подготовки к саммитам Шоссе-Брик запланирована замена 300 остановок. Новые комплексы будут оснащены антивандальным стеклом, умным освещением и Wi-Fi. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Итак, теперь остановочные комплексы будут нейтральных серого, белого, черного цветов. При проектировке архитекторы учли нюансы сурового южноуральского климата. В частности, выполнено противоскользящее покрытие пола. Встроенные места для сидений, скамьи для ожидания сделаны из дерева так, чтобы на них можно было с комфортом ожидать транспорт и в морозы. Еще ряд ноу-хау в новых комплексах. Антивандальное остекление, короб, исключающий попадание влаги внутрь конструкции и умные светильники. Они будут регулировать уровень освещения в зависимости от времени суток. Информационное цифровое табло, на котором будут постоянно обновляться данные о маршрутах. Все остановочные комплексы адаптированы для маломобильных групп граждан и оборудованы урнами. Отмечу, новые комплексы планируют установить взамен зеленых остановок, которые подверглись серьезной критике челябинцев. Это камеры фронтальные, камеры, которые умеют считать пассажиропоток. Это, естественно, Wi-Fi и возможность заряжать мобильные устройства. Плюс камера, которая умеет смотреть за состоянием водителя. Соответственно, повышается безопасность, ну и самому водителю, безопасность салона. Это отсутствие кондуктора, возможность бесконтактной оплаты. На каждой остановке, это, естественно, минимум две камеры. И второе, это интерактивные мониторы, которые позволяют сформировать для себя маршрут, увидеть ближайший транспорт, прогнозировать его по времени. Это первые необходимые элементы, которые точно предполагаются. Сейчас в тестовом режиме работает один умный автобус и одна остановка. В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться, а технологические возможности расширятся. Развивать детский спорт в регионе пообещал Алексей Текслер. Особое внимание будет уделено урокам физкультуры. Заявление главы области прозвучало на турнире подзюдо памяти первого всенародно избранного губернатора Петра Сумина. Что касается спорта мастеров, это отдельная история. Ей надо заниматься точечно. А развитие детского и массового спорта – это основа вовлечения, ну, в первую очередь, детей. Занятия физкультуры и спорта надо обратить внимание и на уроки физкультуры в школе. Тоже нужны квалифицированные преподаватели, а самая главная возможность. Не всегда и зал готов, не всегда рядом со школой есть территория, где можно заниматься спортом. Это обязательно попадет в ту программу действий, которую я сейчас разрабатываю. Заявление временно исполняющей обязанности губернатора сделал на турнире подзюдо памяти Петра Сумина. Он прошел в Челябинске в эти выходные восьмой раз. В спортивной арене Алексей Текслер пообщался с ветеранами японской борьбы, выслушал их мнение о состоянии спорта в области, а также познакомился с вдовой Петра Сумина – Ольгой Ильиничной. Фото с ней Алексей Текслер выложил в свой аккаунт в Инстаграм и подписал. При решении проблем настоящего не стоит забывать о положительных традициях прошлого. Подробный репортаж о турнире смотрите в рубрике «Спорт» сразу после выпуска «Времени новостей». В Кизильском районе устанавливают обстоятельства гибели 95-летнего ветерана войны. Накануне в социальных сетях появилась информация, что медики отказались класть пациента в медучреждение, и он скончался на лавочке возле районной больницы. Региональный Минздрав это опровергает. Нам удалось найти племянницу ветерана, которая сопровождала 95-летнего пенсионера. Татьяна Зинченко рассказала по телефону, что госпитализация была запланирована. ЧП случилось, когда они приехали в Кизильскую районную больницу. Мы с дедушкой дошли до этой лестники. Он мне говорит, Таня, постой, постой. Неплохо. Тут два парня были. Я говорю, помогите, пожалуйста, дедушке подняться. Ну, они его, можно сказать, на руках занесли на эту площадку. И он там сел. Я говорю, ой, побудьте с ним, пожалуйста. Просто бросила эти сумки, побежала за каталкой. Парень бежит, говорит, ой, дедушка, кажется, умер. На помощь тут же подоспел медперсонал. Ветерану сделали инъекцию адреналина, но реанимировать фронтовика не удалось. Когда он поднимался по лестнице, почувствовал себя плохо, потерял сознание. И уже был занесен в приемное отделение, где был оказан комплекс реанимационных мероприятий, который, к сожалению, не привел к положительному результату. Ни со стороны медицинских работников, ни со стороны организации процесса у меня претензий нет. Добавлю, что больницу Кизильского района сейчас проверяют прокуратура и следственный комитет. Они должны установить реальную картину гибели ветерана. Непрочитанные письма из 43-го обнаружили в Чебуркуле. В подвале старой почты историки нашли 75 конвертов времен Великой Отечественной войны. Теперь Совет ветеранов ищет родственников, адресатов, чтобы передать им эти письма. 29 июня пишу письмо дорогому своему мужу Николаю Дмитриевичу. Надежда Тихонова, племянница автора этого письма. Ее дядя в 1943 году оказался в госпитале, и письмо до него так и не дошло. Конверт вернули с фронта с пометкой «Адресат выбыл». Как во время войны женщина о чем могла подумать? Или про полбез вести, или он совсем погиб. И она пишет «Нет, я тебе пишу, ответа нет». Уже третье письмо, что ли, она пишет ему. Она же не знала, что он в госпитале. 75 писем нашли в подвале почты еще в 2006 году. Сейчас их передали в местный совет ветеранов. Его сотрудники пытаются найти родственников, адресатов, чтобы передать им письма с фронта. Письма настолько ветхие, что брать их в руки было сложно. Я их все пересушила, разобрала. Уже нашли семь семей, которым не доставили письма в 1943 году. 6 мая им вручат эти конверты. Две семьи пожелали оставить частичку истории в музеях. А через минуту, сразу после рекламы, смотрите в нашем выпуске. Алексей Текслер лично приехал на турнир по дзюдо в памяти Петра Сумина. И познакомился с супругой первого всенародно избранного губернатора. А любители скандинавской ходьбы провели занятия с двукратной призеркой олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой. Все подробности расскажу я, Александр Захаров, в обзоре спортивных событий. Кровавые разборки в центре Челябинска. Мужчина схватил нож и зарезал свою любимую прямо в магазине. Подробности расскажу я, Эльвира Фапизова, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Специально к праздникам. Выставка, которой не было. Модная одежда всех размеров. Продукты фермеров. Товары для Пасхи. С 24 по 27 апреля. Юность. Смотрите в прямом эфире ОТВ. Десятая юбилейная премия Андрюша. 25 апреля в 19.45. 500 челябинцев пополнили банк крови на 216 литров. Национальный день донора в Южноуральской столице прошла акция «У крови нет должности». Участие в ней приняли и чиновники. Анастасия, ну как ваш самочист? Отлично. Хорошо. Кроводача вы переносите нормально? Да. Ладно. Вы в этом году еще планируете к нам? Конечно. Регистрация, определение группы крови, обследование у врачей. Эти процедуры для Анастасии Налетовой уже привычны. Девушка сдает кровь несколько лет. Заинтересовалась. Вдруг моя кровь кому-то поможет сделать доброе дело. Никаких головокружений ничего не вызывает. Поэтому и не боюсь, сдаю еще. В национальный день донора своей кровью делятся и чиновники, исполняющие обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и его заместитель Вадим Бобровский. Руководителя министерства редко можно увидеть в таком виде. Вместо строгого костюма, джинса и футболка. Непростая, на ней благотворительная символика сердца нараспашку. Кузнецов признается, первый раз кровь сдал около 25 лет назад и с тех пор продолжает ежегодно становиться донором. Акция проводилась одновременно сразу в двух городах области – Челябинске и Магнитогорске. Врачи отмечают, что сдать кровь южноуральцы могут каждую третью субботу месяца. Оформить за пять минут ДТП и крупные аварии сотрудники ДПС теперь могут регистрировать на месте через специальные планшеты. Это экономит время и инспекторов, и водителей. Подробности в репортаже Маргарита Хижняк. Произошла небольшая царапина и решил обратиться. Приехали очень быстро, оперативно. Вышел всего на пять минут. Вернулся, а на авто появилась царапина. Несмотря на то, что авария несерьезная, Илья Пиантек ДТП оформляет официально. Тем более, что виновник с места происшествия скрылся. Сейчас я проверяю наличие у водителя штрафов, их уплата вовремя произведена, либо нет. А также наличие лишения возможного. Все это у нас проверяется на данном планшете. Проверить репутацию водителя и документы на автомобиль инспекторы ДПС теперь могут в два касания. Через электронный планшет. Такой теперь есть у каждого экипажа. Электронный помощник подскажет, есть ли у водителя штрафы и находится ли транспорт в угоне. А кроме того, можно в течение пяти минут оформить аварию. Участникам ДТП больше не придется ехать в участок. Это очень удобно, это экономия времени, поэтому большое-большое спасибо. В этом планшете нет ни соцсетей, ни развлекательных приложений. Только две базы данных. Одна позволяет проверить добропорядочность автолюбителей. Во второй ведется учет данных по всем авариям страны. Инспекторы загружают туда фото с места ДТП и причины. Так в дальнейшем можно оценить дорожные условия и не допустить подобных происшествий в Челябинске. Эти данные позволяют оперативно анализировать дорожные транспортные происшества, устанавливать причины их и делать какие-то прогнозы по профилактике аварийности. Отмечу, с начала этого года аварийность на дорогах снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Также уменьшилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей на 45%. Маргарита Хижняк, Андрей Федотов, ОТВ Челябинск с граблями в руках. Жители города уже привели в порядок сквер-юбилейный в Металлургическом, а теперь и молодежный в Тракторозаводском. У островков зелени в промышленных районах может начаться новая жизнь. Среди тех, кто вышел на субботник, есть челябинцы, которые скоро отпразднуют вековой юбилей. Подробности в репортаже Яны Торминой. Греби, греби. Не оглядывай. Молодежному скверу в Тракторозаводском районе столько же, сколько и семье Алюниных. Больше 60. Когда поженились, парк только появился. Проложили дорожки, по которым чуть позже пара гуляла с детской коляской. А этим утром взяли в руки грабли и вышли сюда на субботник. У нас сохранилось те чувства патриотические, которые были заложены в послевоенное время. Если в свои 90-е Иван Никитич чувствует себя на все сто, и это не про возраст, то сквер словно дряхлый старик. Вместо скамеек и беседок заросли и неприглядные декорации в виде куч мусора. А местным жителям хочется, чтобы оправдывал название и выглядел действительно молодежным. Пример подрастающему поколению. Мы поэтому идем подрастающие. Пусть смотрят на нас дети, внуки, правнуки, чтобы работаем. Мы стараемся, чтобы тут было чисто, хорошо. Чуть позже, но все же на субботник пришел и внук Иван, сыном Федором, правнуком Алюниных. Говорит на чистоту. С такими родственниками на диване не полежишь. У меня, как вы заметили, активная бабушка, дедушка, да и, в общем-то, вся семья, особо выбора нет. Ну, вообще, я хотел поспать, но пришла бабушка с дедушкой и говорит, пошли убирайтесь в сквер. Вот, я здесь. Сюда на субботник пришли целыми семьями, порядка 500 человек. В основном это жители ближайших домов, которые своими руками хотят сделать город чуточку лучше. Привести сквер в порядок решили в рамках всероссийской акции «Чистая страна». Помог организовать массовую уборку Владимир Бурматов. Пообщавшись с Алюниными, депутат Госдумы и сам грабли в руки взял. Говорит, субботник только о начале новой жизни сквера. На следующий год здесь все отремонтируем, сделаем нормальные зоны отдыха, сделаем нормальные дорожки освещения и вернем этому месту статус любимого места читызовцев. Из молодежного сквера вывезли 2000 мешков с мусором. Челябинск одним из первых принял участие в акции. К «Чистой стране» до конца мая присоединится 1000 муниципалитетов всей России. Яна Тормина, Виталий Пастухов, УТВ. Миниатюрных тигров разводят в Челябинске. Тогер – это редкая порода кошек и считается новой. Вывели ее впервые только в конце 80-х, и еще не все ассоциации ее признали. И игрушечных тигров показывают на международной выставке кошек. Посмотреть на тогеров приехали заводчики из Челябинской области, Екатеринбурга, Кургана. Стандарт породы – четкие темные полосы на коричневом фоне, на спине, животе, груди, ногах и хвосте. По характеру мини-тигры – обычные ручные кошки, преданные и общительные. И с другими животными, даже во взрослом возрасте, они находят очень быстрый контакт. То есть они уступчивы в плане, и очень комфортно в этом общаться с ними. Породистые животные на выставке соревнуются за звание лучших кошек, котов и котят. Экспертная коллегия – это из Москвы, и они удивлены, потому что такого количества породы тойгер-кошек они не видели даже в Москве. И мы можем гордиться, что на нашей выставке прошла презентация этой новой породы. Показать себя приехали и другие породистые питомцы – мейн-куны, бенгальские, британские, сибирские, шотландские беслоухи и другие кошки. Купить украшения и получить автомобиль – не выдумка, а реальность. Известная ювелирная сеть провела лотерею для своих покупателей. Кому улыбнулась фортуна, Владислав Чухров увидел. Далее сюжет на правах рекламы. А вот и сертификат на путешествие, друзья! Ювелирный подарок Ольге на 15-летие знакомства подарил муж. Так семья Рыбаковых и стала участниками розыгрыша «Загадывайте желание в самоцветах». Теперь отметят свою годовщину путешествием. На площади около торгового центра яблоку некуда упасть. Здесь, у реки Миас, каждый надеется поймать удачу. Все, кто с декабря по апрель в салонах ювелирных украшений «Самоцветы» покупал украшения и получил возможность выиграть один из подарков. В лототроне купонов около 16 тысяч, но и подарков немало, больше сотни. Это сертификаты на путешествие, подарочные карты, айфоны и телевизоры. Не было такого, чтобы я выигрывала. А тут прям я ждала. Я теряла этот купон, но я его нашла. Но каждый здесь посматривал на главный приз розыгрыша – немецкий автомобиль. Друзья! Автомобиль! Теперь Оксана Ивановна будет ездить на новом авто. Шутит, всегда говорила мужу, дарить ювелирные украшения – хорошая примета. Читаю, потом доходит уже через какое-то время, и потом уже «у-ху-ху-ху». Впрочем, на этой площади проигравших не оказалось. Ну и по традиции, чтобы не было проигравших, по невыигравшим билетам будут дополнительные скидки. До конца мая по купонам можно будет получить дополнительную скидку 5%. В июне – 3%. В этом году «Самоцветы» отмечают 15 лет. В честь красивой даты обещают провести еще одну акцию, где разыграют не только автомобильную квартиру. Стать участником нового розыгрыша покупатели салонов ювелирных украшений «Самоцветы» смогут уже с 1 июня. Владислав Чухров, Яна Тормина, Виталий Пастухов. ОТВ. Больше 2000 километров пешком путешественник Андрей Шарашкин идет по России уже почти год. 2 июня 2018-го он начал свой путь из Москвы и направляется в родную Тюмень. За 10 месяцев Андрей Шарашкин дошел до Южного Урала. В Карталах посетил местный музей, осмотрел достопримечательности. Во время похода все запечатляет на камеру планшета. Рассказывает, в дороге не раз попадал в экстремальные ситуации. В Зилаире я вышел, когда поднялся на гору, появился метель, поднялась в голову, холод. И там получилось, что я поскользнулся и упал, и разбил планшет. И я остался практически вообще без связи. У меня телефон, а у меня телефон, чтобы его зарядить, это надо вытаскивать аккумулятор. Сдать планшет в ремонт помогли жители следующего пункта пути. Также в городах и селах, которые посещает Андрей, местные помогают ему с ночлегом и проводят экскурсии. Перед тем, как закончить путешествие, мужчина хочет посетить Байкал и Ханты-Мансильск. И на этом пока все. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в Вайбере и Ватсапе, номера на экране. Сейчас короткая реклама, сразу после Александра Захаров с главными спортивными новостями. Итоги дня подведем на ОТВ в 21.30. Синофобия – это ограниченный взгляд на мир. Проблему нужно искать всегда в себе. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение невозможно поменять. Играли в футбол как единый коллектив, мы замечательно просто ладили. Трудясь вместе, добились исторического результата. За столом все начинают все равно сплачиваться. Никто не обращает внимания какой-то национальности. Мы все разные, но мы все единые, как букет. Мы-то думали, что это мужики между собой чего-то не поделили. А дело оказалось чисто бабским. Что? Бабским? Женским, конечно, женским. Ваш последний отчет. Это просто... То есть я тупая дура? Тупая дура – это тавтология. Где-то здесь, да. Наверное, как-то здесь. А что, без нее никак нельзя обойтись? К сожалению, без нее никак нельзя обойтись. Следствие любви. Сегодня в 22.30 на ОТВ. Здравствуйте, это новости спорта. С вами Александр Захаров. Любители скандинавской ходьбы встретились с двукратной призеркой олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой. А новый глава региона Алексей Текслер лично приехал на турнир подзюдо памяти Петра Сумина и познакомился с супругой первого всенародно избранного губернатора. Все подробности в нашем обзоре. 445 спортсменов не старше 15 лет из 50 команд. России, Казахстана и Германии. Таковы масштабы восьмого открытого всероссийского турнира подзюдо памяти Петра Сумина. Право открыть его было предоставлено временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру и вдове бывшего руководителя региона Ольге Суминой. Они же и вручили награды первым победителям и призерам. Очень хорошо, что у нас в регионе проводится такой турнир среди молодежи. Это дает возможность развивать спорт. Именно в соревнованиях рождаются чемпионы. Я надеюсь, что у нас в дальнейшем на олимпийских турнирах, чемпионатах мира будут наши победители и призеры. Юные дзюдоисты до 15 лет разыграли награды в 12 весовых категориях у юноши и в трех у девушек. В итоге южноуральцы завоевали 32 медали. Из них 11 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых. Желание только одного – не бояться преодолевать препятствия, желание приходить на тренировку, но и помнить о том, что и их родители, и их тренеры вкладывают не только в свои старания и технику, но и душу. 11-летний Вадим Дмитриев отлично дебютировал в популярных состязаниях, заняв второе место. Я вообще не думал, что я в финал выйду. Я думал, что первый, наверное, улечу. Отмечу, что подопечным известного немецкого специалиста Славка Текича на этот раз не удалось завладеть золотом Челябинского турнира. Из 12 спортсменов из Гамбурга подняться на пьедестал почёта посчастливилось лишь двоим девушкам. Уровень очень сильный, ребята очень сильные здесь, в этом регионе и вообще в России. И это нам очень хорошо, чтобы мы смотрели на их и старались, чтобы мы их выиграли. Сегодня спортивная делегация из Германии отправилась в Екатеринбург. Оттуда 23 апреля вылетит на родину. А новый наставник трактора уже поделился тем, как будет играть команда под его руководством. Специалист отметил, что в нападении хоккеисты будут стремиться к белоусовскому стилю игры. Но с учётом современных тенденций. К комбинационному хоккею, в котором принимает участие вся пятёрка. Будем подтягивать молодёжь. Это самое главное. Когда ребята хотят работать, хотят развиваться, они очень быстро добавляют, когда получают качественный материал. Напомню, Петерис Кудра подписал контракт с трактором в прошлую пятницу. Соглашение рассчитано на один год. О ходьбе. Размять руки и ноги с хорошим настроением и танцами. Так готовятся к забегу участники фестиваля «Хади Россия». Надежда Парфёнова занимается лыжами, конькобежным спортом и плаванием. И вот теперь новое увлечение – скандинавская ходьба. Я думаю, что это полезно для всех. И в том числе для меня тоже. Почему? Я, в принципе, на лужах катаюсь. Я, в принципе, знаю. Скандинавская ходьба – доступный и увлекательный вид физической активности для каждого. Фестиваль проходит в разных городах России. До Челябинска подобный праздник прошел в Сочи, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Туле, Кемерово и Уфея. Главным идейным вдохновителем и инициатором этого движения является двукратная олимпийская призерка и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Скандинавская ходьба – это вообще тот вид физической активности, который не оставляет равнодушным никого. И все те люди, которые сегодня впервые возьмут палки, я надеюсь, что влюбятся в этот вид физической активности и больше никогда не перестанут вот так вот активно ходить. После Челябинска фестиваль продолжится в Омске и Тюмени. Завершится проект «Хади Россия» 23 апреля в Перми. И к другим новостям. Продолжается чемпионат России среди мужских команд высшей лиги А. И челябинский клуб «Динамо» прочно закрепился на четвертой позиции. В этот раз на домашнем паркете наши волейболисты дважды обыграли Тархан из Сирли-Тамака. Перед поездкой в южноуральскую столицу аутсайдеры турнирной таблицы усилились двумя игроками Суперлиги – элитного дивизиона российского волейбола. За счет этого в первый день гости выиграли первые две партии. Но затем «Динамовцы» сумели собраться. Итоговый счет 3-2 в пользу челябинцев. Желание было большое у них. Всегда, когда идет помощь извне, соответственно, другие игроки тоже воодушевляются, окрыляются. Они попытались сделать невозможное, но у них не получилось. В повторной встрече «Динамовцы» проделали работу над ошибками и начали более активно. В итоге снова одержали победу в пяти партиях. Перед своими болельщиками точно не хочется никакие игры отдавать и проигрывать. Своих болельщиков всегда хочется радовать. В любом раскладе надо сезон доигрывать и заканчивать его достойно.